Первый случай – это молодой человек Значит, он обращается к своему лечащему врачу, семейному врачу Напоминаю, это глагол presents кому-то to Обычно мы говорим жалобы на это complaining of Но здесь другой вариант Когда мы первый раз говорим о каком-либо образовании, об узле, о шишке, о припухлости, мы ставим неопределённый артикл Потому что ламп – это исчисляемое, один узел, одна шишка Дальше, посмотрите, мы будем уже говорить про него до ламп Хорошее выражение, словосочетание при дальнейшем опросе Дальше у нас с вами будет ещё похожий оборот On specific questioning Specific questioning – когда мы ему задаём какие-то конкретные направляющие вопросы И он отмечает, он нам рассказывает, что он уже в течение последних нескольких лет То есть очень небольшую какую-то припухлость In his neck, above – это выше, below – это ниже, Adam's apple – это как раз-таки Адамово яблоко However, the lump has approximately doubled in size over the course of the last week Но за последнюю неделю, over the course of the last week Этот узел, эта шишка, has doubled, два раза увеличилась Has doubled – глагол in present perfect simple в размере in size Примерно, приблизительно, approximately Этот узел, эта шишка безболезненная It is not painful Это значит, сама по себе она никакой боли не вызывает Помните, когда мы будем говорить про пальпации, про боль при прикосновении Мы будем употреблять прилагательное tender И он не в курсе о каких-то других шишках Is aware of no other lumps Опять мы видим, что глагол стоит в утверждении А вот здесь у нас отрицательная частичка no He is aware, он не осведомлен Or no other lumps on his body Дальше, помните, мы все время спрашиваем про инфекции Мы спрашиваем про лекарства Спрашиваем про аллергии Про вредные привычки И вот как раз-таки здесь ответы на все эти вопросы He has recently suffered from an upper respiratory tract infection Здесь, кстати говоря, перед словом инфекции верхних дыхательных путей Тоже стоит неопределенный артикль Потому что мы хотим сделать акцент Что на какой-то инфекции верхних дыхательных путей Здесь слово recently Recently – это слово маркер для present perfect simple И мы здесь его как раз-таки видим У нас уже в трех местах Здесь встречался глагол во времени Present perfect simple Кроме того, ему пришлось Вот это had to Помните, это ему пришлось в прошлом Take – взять one day of work То есть взять один день от работы To take one day of work last week Last week But is otherwise fit and well Otherwise во всем остальном Он здоров и в хорошей физической форме Is – это продолжает относиться к вот этому местоимению he Два раза они не повторяют И вместо того, чтобы сказать but he is Просто говорят is Хотя, конечно, можно сказать еще раз he He takes no regular medication And has no known allergies No known allergies Опять те варианты, когда после глагола в утверждении В утвердительной форме стоит перед существительным Или перед цепочкой слов, которые включает существительное Отрицательная частичка – no He smokes 10 cigarettes each day and consumes about 35 units of alcohol each week On examination При осмотре, буквально на осмотре On examination There is an upper midline neck lesion measuring two centimeters by two centimeters И здесь мы с вами видим, что опять у нас идет артикль неопределенный Потому что первый раз говорим, что на этом осмотре мы видим какое-то образование Upper – это в верхней части Midline – это по средней линии Размером можно взять вот такое слово measure Из него мы делаем measuring Измеряя Что-то в этом роде Two centimeters И вот этот крестик – это by two centimeters Когда мы говорим про размер When Mr. Fry is asked to stick his tongue out or swallow The lump rises up his neck Значит, у нас есть с вами два теста Вы помните, мы просим высунуть язык Златок воды To take a sip of water И проглотить And swallow И нашего мистера Fryа мы просим о том же самом И видим, что эта шишка уже The lump Она поднимается вверх по шее Rises up his neck Дальше мы с вами видим Оборот Грамматическую структуру Которая называется Сложная подлежащая Мы ее уже встречали Мы о ней говорили Подробно с примерами Есть урок в моем курсе грамматика в медицине Это категория, которая со словом appear С глаголом seem Там есть еще два или три дополнительных глагола Но в медицине в основном appear и seem Сегодня у нас встретится еще один глагол It doesn't appear to be attached to the large neck muscles По всей вероятности, по-видимому, он не прикреплен к крупным мышцам шеи Ну вот, пожалуй, и все Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задайте Я с удовольствием на них отвечу И мы с вами встретимся в следующем цикле из четырех занятий Следующий цикл – это Хемотемисис или кровавая рвота Успешного вам изучения, освоения всех этих знаний И до встречи в следующих занятиях Продолжение следует...